Марк Твен Среди духов Несколько дней тому назад у нас в городе был спиритический сеанс. Я отправился туда вместе с репортером вечерней газеты. Он сказал мне, что знавал в свое время шулера по имени Гэс Грэхэм, которого застрелили на улице в одном городке в Иллинойсе. Поскольку во всем Сан-Франциско едва ли найдется второй человек, знакомый с обстоятельствами этого дела, он хочет подсунуть духом этого Грэхэма, пусть пожуют. Молодой журналист принадлежит к демократической партии и выражается энергично и неизящно, подобно всем демократам. Когда сеанс начался, он написал на клочке бумаги имя своего покойного друга и, сложив записочку в четверо, опустил ее в шляпу, в которой уже лежало не менее пятисот подобных же документов. Записки вывалили на стол, и женщина-медиум стала разворачивать их одну за другой и откладывать в сторону, каждый раз вопрошая «Этот дух присутствует, а этот, а этот?» Примерно один раз из пятидесяти в ответ раздавался стук, и тогда тот, кто подал записку, вставал и обращался к усопшему. По прошествии некоторого времени какой-то дух ухватил медиума за руку и написал на бумаге «Гэс Грэхэм». Женщина-медиум приняла срыться в груди записок. Когда она дотронулась до нужной записки, перебрав до того полсотни других, послышался стук. Старый шулер узнал свою карту, видно, по рубашке. Член проверочной комиссии развернул записку, там стояло «Гэс Грэхэм». Я потребовал, чтобы мне показали записку. То была, без сомнения, записка, поданная моим спутником. Я не особенно удивился. Все демократы с дьяволом на коротке. Молодой журналист поднялся со своего стула. Когда вы скончались? В 1851 году? В 1852? В 1853? В 1854? Дух. Тук-тук-тук. От чего вы умерли? От холеры, от поноса, от дизентерии, от оспы, от укуса бешеной собаки, насильственной смертью? Тук-тук-тук. Вас повесили? Утопили? Зарезали? Застрелили? Тук-тук-тук. Вы умерли в штате Миссисипи, в Кентукки, в Нью-Йорке, на сандвичевых островах, в Техасе, в Ленойсе. Тук-тук-тук. В округе Адамс, в округе Мэдисон, в округе Рэндольф. Было ясно, что усопшего Шулера голыми руками не возьмешь. Он знал колоду на память и ходил с козыря. В это время из публики вышли два немца. Один пожилой, а другой самоуверенный юнец, явно что-то задумавший. Он написал имена на бумажке, затем юный Оллендорф задал вопрос, звучавший примерно так. «Ист айн гайст хераус?» «Явился ли дух?» Бешеный хохот аудитории. Три удара свидетельствовали, что гайст был хераус. «Волен зи шрайбен?» Хотите писать? Снова хохот. Три удара. «Фюнфзик штолин, линзив, терофлик, терхайро, ферфроф, лейнер, ухак, фольдерон» Можете мне не верить, но дух бодро ответствовал «Да». Веселье слушателей возрастало с каждым новым вопросом, и их пришлось строго предупреждать, что если они не перестанут вести себя столь легкомысленно, опыты будут прекращены. Шум утих. Немецкий дух был, по-видимому, совершенным профаном, не мог толком ответить на самые простые вопросы. Под конец юный Олендорф, справившись с какими-то записями, попытался установить, когда этот дух умер. Дух путался, не мог точно сказать, умер он в 1811 или в 1812 году, что, впрочем, было не столь уж удивительно, учитывая, что протекло много лет. Наконец он решился и выбрал вторую дату. «Игра!» Юный Олендорф вскочил на ноги в сильнейшем волнении. Он закричал «Тамы и шентльмены! Я написал имя человека, который совсем шифой. Тух говорит, что он умер в 1812 году, а он шиф и старов!» Женщина-медиум. «Сядьте на место, сэр!» Олендорф. «Нет, я шилаю!» Женщина-медиум. «Вы здесь не для того, чтобы произносить речи. Сядьте на место!» Олендорф между тем готовится к новой речи. Олендорф. «Этот дух обманывает! Такого духа совсем не существует!» Аудитория непрерывно аплодирует и хохочет. Женщина-медиум. «Сядьте на место, сэр! И я дам сейчас объяснение!» И она дала объяснение. В ходе этого объяснения она нанесла юному Олендорфу удар такой сокрушительной силы, что я нисколько не удивился бы, если бы немец вылетел вон, проломив по пути стенку. Она сказала, что он явился сюда, затаив в сердце обман, подвох и мошенничество, и что ему навстречу из царства теней вышел дух его же морального уровня. Женщина-медиум была исполнила искреннего негодования. Она дала нам понять, что преисподняя просто кишит подонками вроде юного Олендорфа, и они ждут, не дождутся малейшей возможности, чтобы по призыву таких Олендорфов выскочить, прикрываясь чужим именем, а потом писать и выстукивать всевозможную ересь. Взрыв хохота и аплодисменты Отважный Олендорф не сложил, однако, оружие и готов был открыть ответный огонь, но аудитория разразилась с противоречивыми криками. — Сядь на место! — Нет, продолжай! — Пошел вон! — Мы тебя слушаем! — Стащите его с трибуны! — Держись! Не робей! — А ну-ка, сматывай удочки! — Женщина-медиум поднялась и сказала, что если Олендорф не сядет на место, она покидает зал. Она ни за что не допустит, чтобы ее оскорбляли мошенническими проделками или насмехались над ее религиозными чувствами. Аудитория утихла, и укращенный Олендорф покинул трибуну. Второй немец встал, в свою очередь, вызвал другого духа, задал ему несколько немецких вопросов и сказал, что ответы правильны. Женщина-медиум сообщила, что ни слова по-немецки не знает. В это время какой-то тип подозвал меня поближе к эстраде и спросил, не спирит ли я? Я сказал, что нет, не спирит. Тогда он спросил, не враждебен ли я спиритизму? Я сказал, что не более, чем сотни других, не верящих в духов. Я добавил, что не в силах уверовать в то, что мне непонятно, а то, что здесь происходит, я понять не могу. Тогда он сказал, что, пожалуй, причина сегодняшней робости духов лежит не во мне. Однако же явно, что происходит истечение негативных флюидов. Он сразу это приметил. Сильнейшее истечение негативных флюидов и как раз с моей стороны. Я намекнул, что виною, наверное, мой спутник. И добавил, что считаю отъявленными мерзавцами всех, кто повинен в истечении этих гнусных негативных флюидов. Мои объяснения, по-видимому, удовлетворили маньяка, и он отпустил меня с миром. У меня был когда-то приятель, который ушел в царство духов, а, может быть, к черту в пекло, словом, в одно из тех мест. И мне захотелось узнать о нем. Но обратиться с грешным земным вопросом к тени умершего было так жутко, что я долго не мог открыть рот. Наконец, трепеща от волнения, я встал и спросил еле слышно, прерывающимся голосом. «Здесь ли дух Джона Смита?» Я не подумал о том, что со Смитами шутки плохи. Стоит позвать одного, и легионы их ренутся из глубины преисподней, чтобы сказать вам «Привет!» «Трам-трам-тарарам!» Так я и знал. Все племя почивших без покаяния Смитов, от Сан-Франциско и до самого Ада, атаковало маленький столик единовременно. Я был озадачен, точнее сказать, ошарашен. Зал, однако, потребовал, чтобы я задавал вопросы, и я спросил. «От чего вы умерли?» Смиты перечислили все болезни и все несчастные случаи, какие могут привести к преждевременной смерти. «Где вы умерли?» «Они умерли во всех географических пунктах, какие я мог назвать». «Счастливы ли вы?» «Нет», — ответствовали решительно и единонушно покойные Смиты. «Тепло ли вам там?» Один из грамотеев Смитов завладел рукой медиума и написал. «Нет слов, чтобы выразить, как нам тепло». «Есть ли еще Смиты там, откуда вы появились?» «Чертова уйма!» Мне почудилось, что тень отвечавшего Смита хихикнула, отпустив свою незатейливую остроту. «Сколько Смитов явилось суда?» «Восемнадцать миллионов!» «Очередь тянется до западной границы Китая». «А сколько всего Смитов среди жителей преисподней?» «Подавляющее большинство, так что ради удобства владыка Аада велел именовать каждого новоприбывшего Смитом. Кто не Смит, должен об этом сообщить. Но такие случаи редки». «А как называют погибшие души свое мрачное обиталище?» «Смитсоновский институт». «Наконец я набрел на нужного мне Смита, того самого, доброго, незабвенного друга, и узнал от него, что он погиб насильственной смертью. Жена заговорила его до смерти. Так я и думал. Бедный мой друг!» «Потом появился еще один Смит. Один из присутствующих сказал, что это его Смит, и стал задавать вопросы. Выяснилось, что и этот Смит погиб насильственной смертью. На земле он исповедовал весьма опутанные религиозные взгляды, был поместью универсалиста и унитарианца. Но теперь во всем разобрался к полному своему удовольствию. Мы стали его расспрашивать, и добродушный старик охотно вступил в беседу. Для духа он был просто болтон. Сказал, что тело его дематериализовалось, и пуля теперь может пройти сквозь него, не оставив за собой даже дырки. Дождь тоже проходит насквозь, и мокроты он не чувствует. Если так, он не может судить о дожде. То, что мы называем раем и адом, сказал он, не более чем состояние души. В раю умершие радуются, а в аду мучаются угрызениями совести. Сказал, что он лично доволен, чувствует себя превосходно. Отказался ответить, кем был на земле, грешником или же праведником. Непромокаемый, дематериализованный, старый проныра. Понял, что я задал свой вопрос неспроста. Хочу выяснить, есть ли шанс у меня устроиться не хуже, чем он. Сказал, что не сидит ни минуты без дела, помогает другим и учится сам. Сказал, что у них имеются сферы, степени совершенствования, что он при его успехах уже во второй сфере. — Полегче, старина, не спеши, у тебя в запасе целая вечность. Он не сумел объяснить, сколько там всего сфер. Лично я думаю, их миллионы. Если человек перескакивает с одной на другую с такой резвостью, как этот старый универсалист, то, не сравнявшись по возрасту даже сезосстрисом и прочими мумиями, он пройдет их великое множество и в преддверии вечности потеряет им счет. Старик набирает, по-моему, скорость, не соответствующую ни обстановке, в которой находится, ни запасу времени, которым располагает. Еще он сказал, что духи не чувствуют ни жара, ни холода. Это опровергает мои правоверные представления об аде, о раскаленных сковородках и кипящей смоле. Сказал, что духи общаются между собой только мысленно, языка не имеют. Сказал, что деление на мужчин и на женщин по-прежнему остается, и прочее в том же роде. Старикан писал и беседовал с нами не менее часа. И по его быстрым толковым ответам было видно, что он не тратит там времени зря. Повсюду сует свой нос и старается выяснить, что к чему, а если чего не поймет, не успокаивается. Он сам нам об этом сказал, а ищет какую-нибудь знакомую душу, которая может поделиться с ним накопленным опытом. Неудивительно, что он в курсе всех дел. Я хотел бы в заключении отметить его редкую любезность и обязательность и пожелать, чтобы он преуспевал так и далее, пока не усядется на макушке самой высшей, последней сферы и не достигнет таким образом конечного совершенства. Чернокожий слуга генерала Вашингтона Биографический очерк Необычная жизнь этого знаменитого негра началась, собственно говоря, с его смертью. Иными словами, самые волнующие события его биографии произошли после того, как он умер в первый раз. До этого он был почти неизвестен, но потом мы уже не переставали слышать о нем. Мы слышали о нем снова и снова. Он сделал удивительнейшую карьеру, и я решил, что ее история послужит ценным вкладом в нашу биографическую литературу. Вот почему я тщательно сопоставил материалы, взятые из достоверных источников, и предлагаю их вниманию публике. Все сомнительное я безжалостно исключил, так как собираюсь передать эту работу в школы нашей страны, как учебное пособие для молодежи. Прославленного слугу генерала Вашингтона звали Джордж. Полвека он верой и правдой служил своему великому господину. Все это время пользовался его особым расположением и доверием, и, наконец, исполнил печальный долг, опустив своего возлюбленного господина в тихую могилу на берегу Потамака. Десять лет спустя, в 1809 году, обремененный годами и наградами, он умер и сам, оплакиваемый всеми, кто его знал. Бостонская газета сообщала об этом так. В четверг в Ричмонде, штат Виргиния, в почтенном возрасте 95 лет, умер любимый слуга покойного Вашингтона, Джордж. До последней минуты он находился в здравом уме и твердой памяти. В свое время он присутствовал при вторичном вступлении Вашингтона на пост президента, а также на его похоронах. И отчетливо, до мелочей, помнил эти знаменательные события. С тех пор о любимом слуге генерала Вашингтона не было слышно до мая 1825 года, когда он умер снова. Филадельфийская газета рассказала об этом печальном происшествии так. В Мэйконе, штат Джорджия, на прошлой неделе умер в завидном возрасте 95 лет любимый слуга генерала Вашингтона негр Джордж. До конца своей жизни он сохранял ясность мыслей и отчетливо помнил вторичное избрание Вашингтона, его смерти похороны, поражение Корнвалеса, битву при Трентоне, невзгоды и лишения в Вэллифордж и так далее. Покойного провожала на кладбище все население Мэйкона. В 1830-м, а затем в 1834-м и 1836-м годах имя героя этого очерка звучало в торжественных выступлениях ораторов по случаю празднования 4 июля, а в ноябре 1840-го года он умер снова. Сент-Луисская, репабликен, 25-го числа этого месяца сообщала. Еще одного ветерана революции не стало. Вчера в нашем городе, в доме мистера Джона Лебенворта, в преклонном возрасте 95 лет, умер Джордж, некогда любимый слуга генерала Вашингтона. Он сохранял ясность мыслей вплоть до смертного часа и мог отчетливо вспомнить первое и второе избрание, а также смерть президента Вашингтона, поражение Курнвалеса, битве при Трентоне и Мамауте, невзгоды армии патриотов в Элли-Фордж, провозглашение Декларации независимости, речь Патрика Генри в Палате депутата Сергеи и другие волнующие события далекого прошлого. Немногих белых провожают в последний путь с такой скорбью, как этого престарелого негра. Ему были устроены пышные похороны. Следующие 10-11 лет героя этого очерка неоднократно прославляли на торжествах 4 июля в различных частях страны, и о нем лестно отзывались ораторы. Но в 1855 году он умер снова. Калифорнийские газеты писали об этом так. Еще одного старого героя не стало. 7 марта в Датч-Флэт на 95-м году жизни умер Джордж, некогда доверенный слуга генерала Вашингтона. Сокровищница его памяти, которая не изменяла ему до последнего часа, хранилась множество интереснейших событий. Он отчетливо помнил первое и второе избрание и смерть президента Вашингтона. Поражение Корнвареса, битвы при Тренте, Нимон Мауди и Банкер-Хилле, провозглашение Декларации Независимости и разгром Брэддека. Джордж пользовался в Датч-Флэт большим уважением, и по приблизительным подсчетам на его похоронах присутствовало около 10 тысяч человек. Последний раз герой этого очерка умер в июне 1864 года, и пока не поступят новые сведения, можно полагать, что теперь уже навсегда. Мичиганские газеты так отметили это печальное событие. Еще одного незабвенного ветерана революции не стало. На прошлой неделе в Детройте умер 95-летний патриарх, никогда любимый слуга генерала Вашингтона, негр Джордж. До самой кончины он сохранял ясный ум и мог четко припомнить первое и второе избрание Вашингтона президентом и его смерть. Поражение Корнвареса, битвы при Тренте, Нимон Мауди и Банкер-Хилли, про разглашение Декларации Независимости, разгром Брэддека, бостонское чаепитие и высадку английских колонистов. Он пользовался большим уважением, и его похороны вызвали огромное стечение народа. Не стало старого верного слуги. Нам уже не увидеть его больше, пока он не воскреснет снова. На этот раз его долгая и блестящая посмертная карьера закончилась, и он мирно спит, как спят только те, кто заслужил свой отдых. Это была личность во всех отношениях замечательная. История не знает другого примера, когда бы знаменитый человек так легко нес бремя своих лет, и чем дольше он жил, тем острее и лучше становилась его память. Если б он ожил, чтобы снова умереть, то отчетливо вспоминал бы открытие Америки. Полагаю, что представленная здесь краткая биография Джорджа в основном правильная, хотя возможно, что он раза два умирал в уединенных местах, где это событие ускользнуло от внимания газет. Одну только ошибку я обнаружил во всех заметках о его смерти, и ее необходимо исправить. В них он постоянно и неизменно умирает 95 лет от роду. Это исключено. В таком возрасте можно умереть раз, в лучшем случае два, но не до бесконечности. Если впервые он и скончался, 95 лет, то в 1864 году, когда он умер в последний раз, ему уже было 151. Но и этот возраст не соответствует воспоминаниям Джорджа. Перед последней смертью он отчетливо помнил высадку колонистов, которая произошла в 1620 году. Ему могло быть около 20, когда он стал свидетелем этого события. Следовательно, можно считать, что к тому времени, когда слуга генерала Вашингтона навсегда ушел из жизни, ему было примерно лет 260-270. Выждав достаточное время, дабы убедиться, что герой этого очерка покинул нас окончательно и бесповоротно, я теперь смело публикую его биографию и почтительно предлагаю ее безутешной нации. Пастскриптум. Я только что узнал из газет, что этот бесчестный старый мошенник умер снова в Арканзасе. Таким образом, он умирает уже шестой раз и опять в новом месте. Смерть слуги генерала Вашингтона теперь уже не новость. Ее очарование исчезло. Мы сыты ею по горло, с нас хватит. Этот исполненный благих намерений, но стоящий на ложном пути негр, заставил население шести городов устроить ему пышные похороны и надул десятки тысяч людей, которые провожали его на кладбище в полной уверенности, что эта исключительная честь выпала только на их долю. Похороним же его теперь навсегда и сурово осудим газету, которая когда-либо в будущем сообщит миру, что этот негр, любимый слуга генерала Вашингтона, умер снова.